так друзья продолжаем как видите начал я уже работать с пылью вот эту левую половину я запылил уже правую ставил как есть чтобы можно было увидеть разницу что получается здесь я уже тоже катки одел тоже их пока при пылил немножко но это еще тоже все не окончательно здесь у нас тот результат который остался после нанесения подтеков единственное что я здесь еще доделал это снял маски с осветительных приборов сделал фары фарах имитировал лампочки из тянутого литника прозрачного вот сделал вот эти вот все здесь катафоты отражающие и сзади нас световые приборы фонари и так далее вот и начинаем пыли значит здесь вот еще на борту я до этого прошелся таким пигментом потемнее немножко чтобы немножко создать фактуры чтобы борт немножко был темнее что ли чем основная пыль в качестве пыли взял вот такой вот пигмент от wilder светлая русская земля называется gp05 вот ну и в принципе процесс говорится простой берем кисточку начинаем здесь я тоже по борту прохожусь этим же но это же составом чтобы немножко выравнивать он вот но теперь в принципе то же самое делаем на корпусе прямо на нашу пыль начинаю хорошенько так втирать борт после вот вот этих вот эффектов потеков которые мы делали пигмент достаточно неплохо так втирается и неплохо получается такая вот очень пыльная техника этот эффект немножко еще я думаю сгладится все таки в итоге она будет не такая мне кажется пыльная после того как еще сверху будет пройтись лаком закрепить весь этот результат лак немножко конечно этот эффект как бы сгладит посмотрим там на самом деле опять же можно будет пройтись еще раз если у нас слишком уж будет чисто вот у нас такого тоже получается борт так ну и продолжаем не жалея наши стеклышки красиво заливаем высыпаем где-то если в углах там будут оставаться какие-то скопления это ничего страшного даже наоборот хорошо так ну теперь поверх тоже проходимся так сейчас так что видно здесь тоже таким вот тычковым движением размазан еще вот этот она как бы если так простирать и дает небольшой эффект сухой кисти то есть неплохо так подчеркивает различные грани на техники видите уже совершенно выделались как будто вот сухой кистью прошелся десна подобране конечно немножко поаккуратнее не хочется чтобы вот забивалась ну друзья такая у нас запыленная получается машина но еще раз повторюсь скорее всего вот этот эффект немножко уйдет такой вот после того как все это дело закрепим лаком вот посмотрим то есть он может быть может быть даже придется немножко повторить но я еще планирую еще потом немножко нанести слой пыли уже по-другому немножко вот посмотрим что получится пока значит оставляем так дальше я уже продолжу друзья сам то есть сейчас еще установлю катки на вторую сторону вот и наверное начну до за пылью башню также вот и начну наверно уже работать с подставкой вот потом уже на самой подставке еще когда мы будем устанавливать нужно будет немножко тоже пройтись пигментом чтобы соединить наш песок чтобы модель не скажем так не выпадала то есть было примерно того же тона что и песок нашей подставки вот так ну все друзья на этом я прервусь так друзья пока я думаю что там делать дальше как с пылью как ее закрепить лучше всего вот я решил еще немножко заняться траками и имитировать дорожку накатану значит одном траке я уже сделал как видите вот так вот она сейчас блестит красиво вот и давайте сделаем то же самое на втором траке в этот раз я решил воспользоваться просто обычным карандашом простым вот то есть самый простой способ берем и карандашик просто напросто натираем нашу беговую дорожку достаточно просто простой быстрый способ единственное что я рекомендую использовать мягкие карандаши вот этот у меня 7b по мягкости очень классный карандаш и можно иметь еще по технике по швам например сварным проходить на старой технике очень хорошо выделяет еще где-то какие-то поручни натирать там и так далее достаточно мягенький то есть не портит краску издирает краску достаточно такими легкими движениями проходить и нормально будет в принципе нам надо бы конечно еще тоже запилить и треки но я думаю что тоже наверно буду делать ближе к концу когда уже буду устанавливать машину на основании так вот одну сторону мы уже сделали ну и так же делаем вторую сторону принципе есть ничего такого сложного заодно нас и немного зубе тоже принципе вот здесь то основание зуба выделялся я посмотрел по тем фотографиям которую присылал сергей беседен другие подписчики основной износ скажем так или точка трения соприкосновения с катками было вот именно в корне есть можно так сказать зубца вот этого так ну в принципе дальше я уже самостоятельно то же самую операцию сделал вот а на этом пока прервусь друзья так друзья продолжаю потихоньку заниматься подставкой после того как я вот нанес текстурную пасту основание она немножко подсохла не до конца я положил пищевую пленку и скатал гусеницы и приложил машину чтобы она встала на гусеницы немножко вдавил грунт тем самым немножко имитировав так сказать эффект выдавлю мне песка из под гусениц вот но сейчас принципе вот занимаюсь тем что наношу песок в принципе кто смотрел стройку по по нару там в общем то я уже делал подобные значит как обычно принципе она еще не высохла до конца поэтому как бы нормально заодно все вместе будут сохнуть то есть как обычно клей pva наношу кисточкой размазываю такими небольшими скажем так участками делала чтобы клей не успевал высохнуть вот и обычный песок засыпаем то что не прилипнет нас потом стряхнем газетку можно будет использовать еще раз где-то возможно придется там подсыпать еще поправить на это уже потом посмотрим когда высохнет более менее все в общем вот таким вот макаром прохожусь всему основанию потом все это дело как она высохнет будем еще раскрашивать придавать цвет так скажем песка ну в общем то вот и все если где-то у нас тут остались какие-то небольшие проплешины в принципе ничего страшного при покраске у нас все это дело как бы выравниться главное что мы придали фактуру песка всякие вот лишние крапления вот и даем все это дело еще раз хорошенько чтобы высохла у нас вот потом посмотрим если что где-то добавим так здесь вот небольшая ямка я здесь решил поставить вот такой вот ящик чтобы запас лежал без дела решил вот его сюда еще поставлю для антураж так ну все друзья на этом я прервусь да еще сейчас я сюда уже самостоятельно тоже в эти ящики насыплю песочка вот и будем ждать пока все это дело у нас подсохнет решил друзья еще вот заснять один штришок одевания гусениц значит с одной стороны как видите уже гусеница одета как можете видеть что у нас получилось с пылюкой значит модели еще задол сверху матовым лаком вот такая вроде бы нормально получилось то есть эффект не пропал достаточно такая пыльная машина получилась правда все таки вот как я не старался но не получилось у меня вот равномерно нанести пыль по вот этой вот броне все-таки забивается она не получается равномерно растереть но с другой стороны тоже вроде бы смотрится неплохо так и давайте пока сохнет наша подставка я так подумал что наверно пора бы уже наверно гусеницы одеть для этого нам поможет кондуктор так насчет вставляю гусеницу один конец туда вот за гнивец и начинаем тихоньку туда и проталкивать так чтобы она настанут сама пошло застряла все вот она пошла и вот она слышно так подтягиваем немножко дальше кладу танк я сделал немножко их в натяг то есть немножко чтобы они были поджаты вот чтобы нам ее нормально приклеить и опять же воспользуюсь кондуктором который у нас был наборе так то есть готовлю звено накладываю накладываю одну часть гусеницы так ну давай и натягиваю второй конец теперь осталось только вот эту нашу крышечку приклеить все хорошенько прижимаем и даем немножко подсохнуть вот потом кондуктор аккуратненько вытаскиваем и в принципе все наши гусеницы готова вот то есть целом у нас вот такая вот картина получается башня тоже запыленная по самое не балуйся вот такая получается у нас машина так ну все оставляю сохнуть и потом будем потихоньку продолжать пока прерываюсь вот это даж словом а вот нос вот 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 Продолжение следует...